вас на втором дне нашего вебинара. Я буду рассказывать вам о минсиан. Физиогномика – это прекрасное слово, которое мы, европейцы, конечно же, используем, оно близко нам, но всё-таки минсиан – это несколько другое. Я для тех, кто меня не знает, представлюсь вам. Меня зовут Светлана Ланская. Я преподаю в школе уже почти целый год, и у меня уже есть выпуск моих прекрасных учеников, Зывы и Душу, и уже даже прошёл мастер-курс, поэтому свои знания о минсиан я, конечно, буду, скажем так, в них буду вплетать Зывы и Душу, прекрасную астрологию. Это и традиционная китайская медицина, которой я обучалась. Но вкратце я расскажу вам о себе. Я работаю преподавателем Зывы и Душу, но, конечно же, я обучалась многим наукам, в том числе Ба Цзы, и Цзинь, и Фэн Шуй, летящих звёзд. Это я изучала китайскую метафизику у всех мастеров, которые приезжали в Россию, у китайских мастеров, здравствуйте, Надежда, у Тони Тана, у Рэймон Дало, у Джина Пэха, вот, и продолжила обучение, обучалась у китайских мастеров в сингапурских школах, гонконгских, у прекрасных мастеров. Это было обучение индивидуальное, обучение долгое. Несколько лет я изучала Зывы, и вы знаете, что меня, собственно, потрясло, когда я обучалась и проходила консультации у своих мастеров, что им непременно нужно было посмотреть на моё лицо для того, чтобы дать полную характеристику. Ну, поскольку я тоже европейский человек, для меня это, как бы, понятия такие, что, ну, что лицо? Вот, лицо и лицо. Лицо можно нарисовать, лицо можно сделать, но, на самом деле, это не так. Ни один настоящий китайский мастер не будет давать полную характеристику судьбы, анализа, характера, течения удачи и вообще удачи, которая сейчас присутствует в жизни человека, без того, чтобы не взглянуть на лицо человека. Вот, моя профессия, моя филолог, я преподаватель русского языка и литературы в иностранной школе, и много лет я работала с студентами из стран Азии, вот, затем это были годы обучения различным другим, как бы, направлениям уже, в том числе, вот, что касается Китая, китайской метафизики, китайской традиционной медицины, а вообще культуры китайской, различных, скажем, практик и так далее. Ну, и, конечно, у меня много клиентов, которых я консультирую, вот, консультирую по отзыву и душу. Сейчас я начинаю применять свои знания в физиогномике, как сказала Лена, но это всё-таки Мин Циан, даю советы, и сегодня я вкратце вам расскажу, чем, конечно, я обожаю The Way, но без Мин Циан картина не будет полной. Ну, здесь мои дипломы, которые были получены, вот, их очень много, я скромно опустила большую часть, кто не там, и все остальные, и прочие-прочие. Вот, итак, сегодня у нас с вами будет, я постараюсь, чтобы наша беседа была лёгкой, интересной, ну, и, конечно же, вы должны извлечь из этого, из этой встречи что-то полезное. То, что уже сегодня, когда вы пойдёте прогуляться, или будете идти, там, к своим делам, будете смотреть на людей, и уже что-то вы будете в них замечать. Действительно, Мин Циан, это, есть много разных названий, как бы, Мин Циан, Мян Циан, Мян Циань, вот, Мин Циань. Ну, суть одна, нам сложно порой переводить китайские иероглифы, и тем более на звук, скажем так, произносить и стараться транскрибировать это в русские слова. Самое главное здесь это слово Мин или Минг, это судьба человека, чтение судьбы и удачи по лицу человека. Мин Циан рассматривает лицо, характер и судьбу человека как единое целое. Спасибо, Ниночка, с вами всегда интересно. Елена уже постаралась здесь ввести вас в курс дела, но у нас есть пять искусств китайской культуры, в которые входит Мин Циан. Это, конечно, астрология, её очень много разных типов, но есть астрология, которая получила наибольшую популярность, это Бадзи. Цивы и Душу в 80-е годы только были, стали доступны книги императорской астрологии, поэтому он, это чрезвычайно точная и прекрасная для анализа подробнейшая астрология, но она менее известна, менее распространена, скажем так. Это гадательные практики, это Идзинь, гадание на палочках, на костях, то есть очень-очень много разных гадательных практик. Китайская традиционная медицина, которую я тоже изучала на вкусе китайской традиционной медицины в РУДМ, и я её на этом курсе на своём буду использовать, потому что точки на лице совпадают, несомненно, с нашими точками, которые соответствуют традиционной и исследуются и для акупунктуры, и для иглоукалывания, для коррекции, для массажа в традиционной китайской медицине. Ну и в том числе эти точки на лице, на нашем, они отражают определённые каналы, связи с нашим внешним миром, и когда происходит некоторый застой, то есть когда у нас что-то в жизни, какие-то вещи не поддаются коррекции, мы не понимаем, почему у нас разладились отношения с братьями и сёстрами, с окружающим миром, почему наступила депрессия. И, естественно, мы думаем, каким образом это изменить, как улучшить свою удачу. И, знаете, вот Миньсян, у него сначала, как бы, китайцы, они очень практичные. Они не делают ничего для теории, чтобы просто знать. Ну, просто сидеть, изучать, конспектировать. У них вся, все науки имеют практическое назначение. Все. То есть если мы знаем, что есть брови там такие, которые указывают на то, что человек должен подниматься по карьерной лестнице, богатеть, если есть, скажем, возможность исправить какой-то недостаток, где-то там зашлифовать рубец, или использовать свою особенность как достоинство, в этом, собственно, основная цель Миньсян – это раскрыть то, что скрыто внутри, и двигаться уже, развивать, не идти против своей сути, против своего предназначения. Это, конечно же, фэншуй и Миньсян. И мы знаем прекрасно, что наша жизнь и наша удача, она состоит из нескольких типов энергии. Первая энергия – это наша натальная карта, с которой мы родились. Здесь карта десятилетнего периода, годового периода, все это изменяется. Если у нас неудачный десятилетний период, то мы должны улучшать нашу энергию другими типами энергии. Это фэншуй. Но одна из самых важных – это энергия окружающих нас людей, потому что они, если во дворце друзей, например, у наших друзей плохие звезды, общаясь с ним, мы можем испытывать недостаток сил после этого, истощение. То есть Миньсян также указывает на то, насколько сейчас человек находится в хорошем периоде или не очень хороший период у него. И я расскажу, как увидеть это, как понять, полезен ли вам человек для того, чтобы энергия окружающих людей, наших друзей, наших знакомых, в нашем коллективе от кого-то отстраниться, кому-то поближе держаться, чтобы они тоже действовали на нас оздоравливающие, повышали общий уровень нашей удачи, в которой мы пребываем. Ну, фэншуй, понятно, да, это достаточно известный способ улучшить свою энергию, энергии окружающие нас и улучшить общий фон и общий уровень удачи, в которой мы живем. Естественно, Миньсян – это, пожалуй, самое древнее из наук вук, потому что были сложности, большие, скажем так, фиксации, когда человек родился. То есть не было еще ни Бадзи до нашей эры, когда стали зарождаться школы, изучающие, развивающие, вот эти вот и анализирующие, эти закономерности, отражающиеся в лице человека, о его поступках и его характере, и его способностях. Одной из самых известных школ была школа так называемого «Гу-Гу-Идзе», хозяина чертова ущелья, из которого вышел Сунь-Зы, который написал, вы знаете, прекрасный трактат, используемый и сейчас всеми руководителями. Это искусство войны. Были после этого и другие школы, и другие известные минсианщики, скажем так, специалисты-минсиан, которые прославились тем, что чудесным образом находили среди наследников императора именно того, кто приведет страну к единству. И находили, один даже предсказал, там просто перевороты по лицу сына одного из военачальников. Но мы все-таки уже находимся в современном периоде. И благодаря Чен Кайши, благодаря тому, что именно он после японской войны бежал на Тайвань, и с ним вместе бежали все астрологи, которых Мао Цзэдун из Китая, хотел вытравить, хотел выжечь эту всю метафизику благодаря им, обосновавшимся после 49-го года в Тайване, развивавшим там все эти науки, мы получаем сейчас прекрасные труды, которые, а так, сколько было сожжено в Китае, но даже Мао Цзэдун, который отрицал, который строил коммунистическое общество, даже у него были собственные астрологи, как говорят мои китайские друзья, и в том числе специалист по Миньсяну. Вообще китайцы с, скажем, без всякого негатива относятся к этому Мао Цзэдуну, которое сейчас выросло целое, конечно, поколение и уже состарилось тех, кто родился при коммунизме, и их дети, которые отрицают, тоже считают там шарлатанством и несерьезно относятся, но все-таки, ну, это молодежь, что скажешь, но все-таки я хочу сказать, да, я хочу сказать, что несмотря на то, что Мао Цзэдун относился так, многие университеты в Америке, Вашингтонский, Гарвардский университет, у них есть целые курсы, которые изучают китайскую метафизику, в том числе Миньсян, в том числе Идзинь, и вы знаете, что Аристотель даже сказал, что если бы у меня была вторая жизнь, я бы посвятил ее изучению Идзинь. Вот, и в Вашингтонском университете проводил в течение сорока лет один из преподавателей, который преподавал физиогномику, он изучал и в том числе Миньсян, он изучал параллельно, потому что это две, ну, скажем, не то, что тесно связанные науки, одна вышла из другой, и понятно, что физиогномика греческая взяла свои корни из китайской. Так вот, и эти исследования, они легли в основу многих-многих книг, исследования научных деятелей, то есть это не просто какая-то там наука и сказки китайского леса, как вы говорите. Если бы это были сказки китайского леса, мы все люди просвещенные, вот, есть сказки, которые действительно существуют различные, то есть там те, которые вышли буквально рождаются, да каждый год появляются много-много разных вещей, которые течений, вот, там, гадают на узелках и прочее, прочее, но это все-таки отрицать влияние Китая на развитие мирового, мировой культуры невозможно, тем более, например, книга перемен и дзынь, она вообще внесена ЮНЕСКО в фонд мирового достояния, поэтому мы этот вопрос опустим о том, чтобы тут сомневаться. Можно всегда сказать, что у моей бабушки тоже такой же нос, но она всю жизнь прожила вот так, понимаете, с возражениями такими я бороться сегодня не буду. Вот, и чем универсальны Мин Циан? Универсален это не автор, да, это история, это история, здесь указаны исторические, скажем, этапы, и наиболее такие, ну, вот, отметины толчков на твоей стене, на спине, на китайском языке есть, Юань Тэньгайна, но я не знаю, есть ли она на русском языке, это известнейшая книга, вот, и вообще китайская опера, китайская живопись, в Китае очень чтят свою культуру, и вы знаете, сейчас уже раскапывая даже гравюры какие-то, свитки, изображения на предметах быта, на которых нарисованы герои китайские, археологи и ученые приходят к выводу, что эти герои описаны так и далее нарисованы, что в их изображениях уже заложены принципы Минсиан, их характер, отображающие их характер. Итак, далее, значит, мы слушаем все то, потому что про физиогномику невозможно рассказать без предварительного введения, поэтому вообще же физиогномика или принципы анализа характера и судьбы по Минсиан основываются на многих-многих принципах. Невозможно сказать, что только по форме носа, форме глаз или форме рта можно сразу определить предназначение судьбы человека, потому что для анализа судьбы человека используется и принцип Им-Ян, когда мы рассматриваем отдельно имскую сторону лица и Янскую, стороны лица, половину лица, которая отвечает за взаимодействие с мужской половиной человечества и взаимодействие с женской половиной человечества. Также, как, например, отметины на имской половине лица у нас могут быть, могут указывать на какие-то проблемы в зависимости от того, какой дворец у нас относится и какие точки, допустим, там, мать, сестры, коллеги, все отметины и морщины, то есть любые абсолютные изменения лица, они сигнализируют о дисбалансе в общении с этой частью общества. Также принцип Им-Ян рассматривается в плане того, насколько в человеке развита вообще эта янская энергия и инская. И мы знаем, что, например, большой нос является признаком большого количества янской энергии. Так, в частности, у огромного количества композиторов, художников, актеров у них такой хороший, выдающийся нос. Далее. Да, верно, право. Используется принцип пяти элементов. Это для тех, кто уже изучал бадзи. Поэтому для тех, кто уже знает бадзи или дзювей душу или какую-либо другую китайскую метафизику, возможно, для вас будет удивительно, что, взглянув на лицо человека, мы уже можем определить, полезен этот человек нам или нет. Потому что по принципу пяти элементов просматривается и тип лица, форма лица, форма носа, форма губ, брови, глаза, то есть скулы, форма лба. Кроме этого всего можно самостоятельно менять или добавлять какую-то энергию в свою жизнь, используя этот принцип. Не хватает вам, нужен вам, полезен огонь. И является он для вас, например, деньгами или самовыражением. Самое простое это нарисовать себе веснушки и покрасить волосы в красный цвет. Но нужно помнить, нужно помнить, что меняя себя, меняя в себе что-то, вы также влияете на ваше окружение. То есть вы можете изменить свою внешность, но вы должны понимать, что окружающие будут относиться к вам уже совсем-совсем по-другому. И некоторые люди, возможно, даже исчезнут из вашей жизни, а придут какие-то новые и другие. Вот такая удивительная вещь. Есть типы лица и типы внешности, которые мы четко, в них все соответствует металлу. Этот навык, навык распознавания, он, конечно, мега полезен, когда мы приходим в какую-то компанию новую работать или в компанию друзей. И мы сразу должны определить, кто из людей будет влиять на нас, будет подавлять нас, а с кем мы должны держаться, сразу наложить отношения для того, чтобы обзавестись очень-очень полезными такими связями и улучшить свою энергию, добавить свою жизнь, в частности денег или самовыражение. Ну, в общем, зная, умея определять, а этот очень-очень просто, потому что менсиан практикуют порой те даже мастера, которые не знают бадзи, то есть очень-очень древние какие-то дедушки сидят возле монастырей и храмов китайских, подходят ребята перед тем, как идти на экзамен, один раскладывает ему бадзи выпускникам вот такая вот картина очень популярная перед тем, как Китай сдает единый экзамен в университеты, идут, подношения приносят в храмах, ну и подходят для того, чтобы узнать, что, какой амулет купить, что сделать для того, чтобы пройти этот экзамен. Вот сейчас идет пора как раз вступительных экзаменов. И сидят совсем древние дедушки, которые смотрят и говорят, что вот тебе нужно сидеть на юге, потому что у тебя хорошо развита там, например, там южная половина там, ну, словом, в соответствии с принципом пяти гор, вот, это тоже один из принципов анализа, в соответствии с самыми-самыми простыми какими-то принципами ниньцям дают советы. Их очень много. И китайцы, конечно, ими активно пользуются. То есть даже молодежь, которая скептически относится ко всему, они сразу, они используют все советы, когда их приспичат. Ну, вы знаете, что иконостас у китайцев, он состоит и из там Безоса, которому они ставят различные подношения, из Синцзиньпиня и в том числе древних китайских богов. То есть они используют все, что приносит пользу. А миньцян, конечно, знания миньцян, конечно, приносят пользу. Есть принцип десяти типов лица, по которым мы сразу можем определить, кто этот человек. Это, конечно, важно для женщин, которая ищет себе супруга, например, и хочет, чтобы ее супруг был успешен. Или ее друзья, или партнеров по бизнесу, или просто хочет. обзавестись подругой, которая будет влиять на нее продуктивно, поможет ей добиться чего-то в жизни. Ну, словом, какую-то пользу, когда мы хотим извлечь из общения, то этот принцип нам очень может помочь. Потому что, если мы примем на работу человека, у которого все черты лица или форма лица, она соответствует форме баловни судьбы, ну, результаты здесь ждать от него, извините. есть люди, которые полностью способны, у них отсутствует способность взаимопонимания и спорить с такими. Это потратить время и энергию зря, напрасно. Поэтому, зная вот эти мелкие черты, мы можем сделать, ну, кроме того, что мы можем сохранить свои нервы, мы можем еще улучшить свою, скажем, удачу, используя этот принцип, принцип анализа 10 типов лица. То есть, вот обратите внимание, и, конечно же, принцип возрастных особенностей, когда мы рассматриваем лицо с точки зрения вот этих 100 точек, с позиции 100 точек. На лице человека расположены 100 точек, которые указывают, по которым мы можем проанализировать судьбу по годам, проанализировать характер человека, потрясения, которые выпали на долю человека, и, кроме этого всего, еще и скорректировать. Каждая точка соответствует не только возрасту, но еще и дворцу, в котором она расположена. И если, например, мы видим шрамы человека на брови, на щеке, на носу, на переносице, то это говорит не только о повреждении, о том, что каким-то образом разбалансировалось общение и связь с теми, если это межличностный дворец, например, и там находятся дворец брака или братья, или дети, что здесь какая-то особенность. Кроме этого всего, мы можем еще сказать, что у человека в этом возрасте произошло какое-то потрясение. Какое-то потрясение. Так, я узнала, что мой шрам на правой брови, который я приобрела ввиду хирургического движательства, что брови, дворец братьев и сестер, а в частности сестры, что именно в этом возрасте мне пришлось уехать после конфликта расстаться со своей сестрой. И как бы вот эти вещи все, которые как под лупой изучают мастер, спрашивают, задают вопросы, они, конечно, помогают, не помогают, скорее, это неправильное слово, они, конечно, говорят о том, что, ну, сколько вам мы не знаем. Это анализ судьбы по точкам. Я на своем курсе буду использовать не только знания миссиан, конечно же, но и те знания, которые относятся к китайской медицине. Кроме этого всего в дзыве и душу есть также звезды, которые говорят о, если приходят ухудшители, плохие, злые энергии, они тоже ухудшают лицо человека, ухудшают его, не только его уровень удачи, но и влияют на его здоровье. И вот этот экспресс-анализ, который мы проведем, тем, кто придет на курс, для того, чтобы посмотреть, в какой сейчас удаче находится человек десятилетнего периода, годового периода, на что обратить внимание, на какой дворец, что можно скорректировать, как можно изменить, и когда начнется период хороший, удачный, для того, чтобы подготовиться к нему и начать действовать. Это все как раз из программы вот этого курса. Кроме этого всего, китайцы анализируют лицо, ментяне анализируют лицо с позиции гор и рек, Потому что наши черты лица, они подразумеваются, подразделяются на два основных вида, реки и горы. Ну, понятно, что к горам относятся наши костистые части, нос, лоб, подбородок, челюсть, а реки это те мягкие области с наличием той или иной формы влаги, так называемой. Это уши, линия волос, глаза, рот. В общем и целом горы можно считать периодами жизни, когда мы развиваем энергию ян, потому что горы это янская энергия, когда мы активно общаемся с миром, набираемся опыта, реализуем свой потенциал, когда мы, скажем, о реке же, они соответствуют тем стадиям жизни, в которых преобладает энергия инь. Снова ян и инь. И на этих этапах нашей жизни, естественно, не обходится без серьезных каких-то эмоциональных проблем, которые также видны по нашим морщинам. Это проблемы эмоционального характера, иньские вот эти вот черты, которые мы смотрим и анализируем именно эти годы, этот возраст. Это время внутреннего развития, самосовершенствования, поэтому по рекам мы можем проследить, насколько человек духовно развит, насколько он был счастлив, или же насколько у него предстоят тяжелые испытания. Вот с точки зрения гор очень плохим признаком является, когда у человека отсутствует подбородок, ну, как бы не выражен подбородок. То есть есть такая проблема, ее исправляют ортопеды, ортодонты, когда слабо развита нижняя челюсть. Это может произойти ввиду того, что там ребенок, допустим, был скорблен искусственно или просто на каком-то этапе у него затормозилось развитие. И подбородок слегка так западает или даже полностью туда уходит. подбородок отвечает нижняя часть лица отвечает за поздние годы нашей жизни. Поэтому я наблюдая, допустим, за людьми, в частности, за моих знакомых, я вчера уже об этом рассказывала, есть дочка, прекрасная девочка, в хорошей семье родилась, но так уж они ее балуют. У нее абсолютно не развит подбородок. И это очень, учитывая, что ей уже 13 лет, это невозможно будет исправить, но это можно исправить, ну как бы подкорректировать хирургическим путем. Это нужно сделать, потому что отсутствующий или сглаженный подбородок говорит о сложной поздней жизни, о тех годах, когда ведь и дзывы душу, и бадзы, особенно дзывы душу, там даже отдельно дворец есть, который говорит об удаче, которая будет у человека во второй половине жизни. В поздние годы, когда мы слабеем, когда мы становимся уязвимы, очень важно не в раннем возрасте иметь эту удачу, а в позднем. И вот подбородок невыраженный, он как раз говорит о проблемах в позднем возрасте. И если у мужчины это, можно исправить бородой, потому что также подбородок это у нас дворец это говорит о помощниках, можно исправить какие-то там формы бороды, то есть двойной подбородок кстати тоже неплохо, то у женщины естественно это может вернуться такой вот проблемой. И это как раз то, на что вы уже можете обращать внимание сейчас. Вот столько принципов и столько способов рассмотреть лицо человека. Кажется, что сложно. Например, мне как человеку, который вообще я не люблю вглядываться в лица людей и не люблю, когда смотрят допустим на меня пристально. Для меня это ну некое нарушение моего личного пространства, некое нарушение как бы вторжения во что-то такое личное. Но я обратила внимание, что после того, как стала практиковать Миньсян и стала обращать внимание на людей просто для того, чтобы понять их, для того, чтобы вот обращается ко мне человек там допустим ну просто случайно прохожий куряешь собакой в парке и вот подходишь спрашиваешь ты смотришь первое не несет ли он угрозу, что он и видишь что это интереснейшая личность. Сразу рождается улыбка, ты что-то замечаешь и вы знаете пропадают вот эти вот границы которые препятствовали общению по его собаке я знаю что собаку зовут допустим там ну граф условно говоря и породу знаю а на человека не смотрела никогда а это оказывается удивительный уникальный человек и вот этот взгляд вот этот контакт глаза в глаза который мы настраиваем и просто вот этот взгляд он отличается от того любопытствующего изучающего исследовательский и полной эмпатии взгляд человека он конечно отличается от просто такого знаете взора когда-то с любопытством или там оценочного какого-то взгляда он сразу рождает обратную реакцию поэтому Минсян здесь конечно мне тоже помог он помог мне как-то социализироваться в окружающем мире скажем так поскольку у меня ну тип лица это йенское лицо это огненный тип а это люди которые ну как бы любят но имеют много знакомых много имели там непростое детство и но тем не менее предпочитают сохранять такую дистанцию в общении как бы чтобы ни в их жизни лезли ни они не лезут поэтому при большом количестве знакомых вот есть проблема что ты вроде бы как и не являешься инициатором этого общения хотя порой хочешь общаться вот в этом конечно менсиан помогает а если человек делает косметические вмешательства вот об этом конечно я сейчас вам расскажу конечно асимметрия лица тоже говорит о дисбалансе в жизни конечно асимметрия лица это не очень хорошо но у нас у всех лица асимметричны вы знаете здесь больше не асимметрия лица здесь больше когда при асимметрии например правая половина лица покрывается морщинами а если еще это продольные морщины они очень деструктивны любое вмешательство то есть вот идут я просто категорически например отношусь к тому что девочки сейчас обрезают себе эти носы находясь да губы конечно форма губ может говорить вообще очень много удочкой вот относительно губ у меня есть целое огромное занятие трехчасовое которое касается губ смотрите вот хирургическое вмешательство нос например вообще нос это одна из гор которая отвечает за богатство отвечает за удачу и короткий носик маленький такой кнопочка да еще и когда я видну мозг допустим он указывает на сложную жизнь до 40 лет и когда все достижения даются с трудом поэтому там в 15-16 лет когда у девочек в 17 отрастают мы знаем прекрасно что на лице наши органы они растут как бы неравномерно и подростки они обладают обычным таким мясистым носиком вот но к 24-26 годам все уравновешивается а они бегут делают операции эти в 20 лет когда еще не произошло вот этой гармонизации и по факту оказывается что делают очень-очень плохую вещь этот короткий нос он кроме того что не приносит им сиюминутного ожидаемого счастья то есть какого-то там допустим если конечно это исправление не связано с каким-то дефектом огромным большой гординкой которая тоже ну собственно не является хорошим мало чего хорошего в себе несет вот но тем не менее вот по косметологическим как говорят причинам а просто уменьшают ввиду вот этой моды и не подозревают что меняют свою судьбу они ее ухудшают счастья она не приносит и к 40 годам уставшие они начинают испытывать проблемы вообще же конечно формы бровей форма губ там уменьшение расстояния от губы до носа путем допустим там легкого увеличения губы если есть дисбаланс если верхняя губа слишком короткая или это возможно это допустимо увеличение если мы наблюдаем видимую диспропорцию когда у нас верхняя губа становится допустим там вытягивается то есть или она становится короче то это конечно говорит о том что как бы можно ее подвергнуть но повторяют только с учетом знания мин ся принцип анализа судьбы вот верхние веки сейчас расскажу да вообще нависающие излишние участки кожи вот эти вот верхние веки или мешки под глазами с ними можно да то есть их можно подрезать то есть здесь открытый взгляд он наоборот хорош почему нависают почему людям ну хочется смотреть в глаза которые открыты потому что по нашему скажем ну так уж мы устроены что когда нам нравится во первых мы больше испытываем удовольствие когда смотрим на большое лицо потому что маленькое лицо как бы это что-то скрытое скрытые какие-то эмоции закрытые от нас а например такое широкое доброе лицо оно вызывает естественно в нас ну желание смотреть то же самое взгляд запавшие такие глубоко посаженные глаза говорят о человеке который любит все анализировать вот а такие глаза выпуклые открытые они говорят об открытии стигниру о готовности способности общаться поэтому мы должны открывать свои глаза должны держать взгляд открытым это хорошо это действует наоборот как ну некоторое некое разрушение препятствия к общению поэтому верхние веки здесь все можно соответствует конечно конечно вы знаете есть целый раздел поминьсян который говорит о разных расовых как бы вот этих о расовых различиях поэтому мы естественно у китайцев у них тоже очень разные лица у них есть и широконосые и узконосые и маленькие брои такие то есть и лица очень широкие поэтому не нужно как бы следующий принцип принцип анализа судьбы по трем частям лица просто взглянув на человека мы можем понять какой период жизни какой период жизни он испытывал наибольшее потрясение какой период жизни он получил а какой период жизни допустим у него был там полон событий когда он развивался когда он получал от мира признание и это конечно чаще всего у людей с большим большим носом это средняя половина жизни центральная но есть но бывает и наоборот нижняя часть как я уже вам сказала рот зубы подбородок говорит о позднем возрасте поэтому так важно держать заниматься зубами например потому что они тоже влияют на общий уровень удачи и я об этом еще расскажу о том что обращаются клиенты к примеру нужно вставить зубы ну или там виниры поставить или импланты сделать и все хотят почему-то белоснежные зубы чтобы зубы прям блестели горели но это же очень нехорошо понимаете по нинсям самым самыми лучшими цветами теми которые отлично и цветом зубов которые указывают на склонность богатству на общий уровень удачи считаются цвет зубов который приближен по цвету к разным оттенкам нефрита розовому зеленоватому нефриту желтоватому нефриту то есть у него такие оттенки делать белоснежный как керамика вот как у меня манейки сидит там вот сзади из белоснежной керамики вот такие зубы это ухудшать свою удачу поэтому если у вас будет стоять такой выбор или вы будете кому-то рекомендовать советовать обратите пожалуйста на это внимание что это не способствует такому такой удачи ожидаемой и может произойти такое вот знаете огорчение большое ввиду того что вроде как ожидания не совпадут с реальностью наше лицо никогда не выжет и естественно для того чтобы взглянуть на человека мы можем ну скажем ну невозможно невозможно от опытного специалиста нинтя от того кто по крайней мере уже общими какими-то принципами владеет скрыть какую-то ну скажем главную такую правду вы знаете ну мы можем сказать что все мы в принципе умеем читать лица по лицу да мы можем сказать что этот человек нам огорчен а этот допустим прошел Крым и Рим и Рим и там уже у него за плечами и криминальный опыт и прочее прочее но речь не об этом речь о том что у большинства людей все-таки лица на лицах не написан отпечаток их социального и жизненного опыта который может прочитать любой человек можно всегда кроме этого у нас допустим подзывы до ушу у нас есть дворец путешествий а там звезды которые специально влияют так что при общении с человеком мы вроде как видим одно а глубоко узнавая его мы видим другое совершенно открывающиеся другие черты конечно это дворец звезды дворца путешествий они очень очень вводят заблуждение поэтому мы говорим ты же раньше был не такой ты мне столько всего обещал а сейчас что с тобой произошло или там была подруга хорошая а потом стала такая нет у нас просто разные дворцы так вот Миньсян он как раз дает понимание нам не нужно дать карту человека для того чтобы понять его намерения его способности склонности и мысли и вот сегодня я расскажу вам о том каким образом просто увидев человека мы можем определить все ли в порядке у него полезен ли он нам или нет стоит ли общаться и вообще что его ждет вы знаете период удачи китайцы считают глаза такими зеркалами которые ну скажем озера зеркала у них очень очень много разных названий но именно они сигнализируют о том что у человека что-то не в порядке и в период неудачи взгляд как бы гаснет эти периоды вы знаете что и в отзы есть такты а в дзву и душу это десятилетние годовые периоды месяц слишком короткий период когда глаза как бы замирает они тускнеют они не изучают уже вот этого блеска кто-то возразит что в пожилом возрасте глаза тоже глаза у всех мутнеют ну как мутнеют они же не превращаются там как в мутное стекло которое уже затертое оргстекло которое там ну скажем видавшие виды нет взгляд блестит у человека который находится в хорошей удаче поэтому когда он тусклый как например у Леонида Куравлева мы видим здесь здесь он еще не старый на этой фотографии ему 73 года всего лишь ну как Пугачева сейчас к примеру но уже потерявший жену изолировавшийся от мира отказавшийся общаться с прессой с коллегами ушедший в себя человек настроился на саморазрушение и мир тоже отвернулся от него перестали приглашать куда-то и вот мы видим это лицо человека который вошел в период неудачи также мы можем посмотреть на любого допустим нашего знакомого и посмотреть и увидев некоторое вот это скажем погасший вот этот взор мы можем уже определить что он вошел в период неудачи для нас для астрологов важно понять сколько времени он продлится и что для этого нужно сделать как человеку помочь чтобы взгляд его заблестел нужно благодаря Минсиану мы можем увидеть людей которыми мы себя окружили с другой стороны и понять что этот человек несмотря на его возраст он уже скажем у него все в порядке и наша помощь ему нужна наоборот мы можем подпитываться его энергией у него все в порядке со здоровьем я привела трех актрис вам чтобы вы посмотрели на баланс их лица на то что они практически одного возраста вот значит это с справа до лева это у нас Изабель Юпер Бриджит Бордо и Фрэнсис Мак Дорманд смотрели наверное три билборда на границе и многие ее фильмы ну а Изабель Юпер французская актриса тоже возрастная вот две актрисы по краям это лица у которых все хорошо те которые никогда не подвергали себя хирургическому вмешательству они не являлись безукоризненными в своей молодости не отличались красивой внешностью но китайцы говорят что наша внешность это отражение нашего внутреннего мира нашей духовности добродетели того что меняется и наверняка вы видели да когда ваши красоточки такие необыкновенные подруги с которыми ну если здесь возрастные сидят такие же как я допустим 50-летние которые просто были картинками в детстве и школе были звездами встречаясь с ним вы видите вот такие уставшие измученные озлобленные лица люди которые стремятся всю свою жизнь конкуренции которые общаются и ненавидят борются проводят в борьбе и не занимаются самосовершенствованием обучением как например вы дорогие мои кто сидит тратит время слушает менсиан так вот эти у них на лице естественно написаны есть отпечатки их лицо меняется и оно как у Бережит Барто становится вот таким вот разбалансированным уже так я наоборот была гадким утенком но только после 30 расцвела Наталья Наталья но вы еще будете расцветать и расцветать потому что да у нее ей более 80 лет но ее изменения начались после 70 лет и вы знаете несмотря на то что прижит Бардо она в общем-то держит питом но я не говорю о ее духовном мире сейчас даже я говорю о том что сейчас вы знаете прекрасно что она подруга Алена Делона ну или слышали или не слышали подруга Алена Делона которая в общем поддержала его решение о том чтобы добровольно в Швейцарии уйти в мир иной о том чтобы значит посредством укола поддержала его в этом уставшая от жизни она конечно она проявляет милосердие но она тоже изолировалась от мира со своим питомником этих кошек и собак вот ушла вот эта разбалансированность и поперечные морщины то есть у Бриджит Бардо очень-очень много признаков того что сейчас она испытывает большие проблемы то есть как раз период необыкновенной удачи юности когда все шло в руки он прошел и посмотрите тем не менее на Мэрил Стрип допустим которая тоже подходит к 70-летнему рубежу недавно сыграла президента в известном фильме не смотрите наверх не испытывала ни одной абсолютно не прошла ни одного косметологического вмешательства то есть внутренний мир нацелен сосредоточенность на работе самореализации в семье добре незацикленность на материальных каких-то ценностях на материальных излишествах потому что она утверждает что ей никогда в жизни не куплю сумку дороже там 300 долларов да вы что я лучше отдам эти деньги детям или на благотворительность то есть как вы знаете вот эти вещи все они говорят о том что именно гармония внутри себя 73 года видите спасибо даже гармония внутри себя и вот такая связь с внешним миром посредством творчества непосредством конкуренции самое то есть развитие своего духовного внутреннего мира того что вы в общем-то чем вы и занимаетесь потому что вы бы не оказались здесь вот это все отражается и на здоровье человека и на его внешности можно добавить свою жизнь самовыражения зная полезность определенных элементов и если например вы изучаете бадзы ну или допустим для вас полезными вы понимаете что хочется каким-то образом чуть взбодриться или привлечь свою жизнь в любовь но мы про самовыражение его добавить легче всего потому что самовыражение ну оно вообще в принципе способность там желание жить творить не важно что вы делаете пишите стихи учитесь или там решили сделать ремонт и вам нужно вдохновение вы понимаете что пришло лето и вдохновение необходимо в жизнь свою привлечь то это очень просто сделать просто добавить самовыражение в виде различных приемчиков нам женщинам повезло мы обладаем целым арсеналом косметики когда мы можем подкорректировать сделать себе чуть более там например если для вас самовыражением является металл пожалуйста нарисуйте себе бровки и добавьте в жизнь самовыражение но это самый простой конечно совет на самом деле для того чтобы добавить жить самовыражение нужно и окружить людьми себя это самое самое действенное которые являются для вас самовыражением привлекая таких людей вы привлекаете вот эту вот энергию и вы прекрасно это знаете что общаясь пообщавшись с одним человеком вы приходите вам хочется там я не знаю прибраться что-то что-то передвинуть что-то изменить купить новое платье еще а пообщавшись с другим для вас мир становится черно-белым вот эти люди которые несут энергию вашего самовыражения их очень важно найти в своем окружении и почаще ими пользоваться в прямом смысле слова общаться с ними потому что самовыражение оно рождает новые нейронные связи в нашей голове оно заставляет нас шить так про перманентный таж на лице брови верхние стрелки нижние и губы конечно смотрите Ален относительно того чтобы брови губы вот я хочу сказать вам про губы брови рисовать здесь конечно нужно знать нужно понимать нельзя насколько для вас вот вам подходит именно эта форма бровей ведь вы можете если к примеру у вас идеальная жизнь с вашим супругом и вы подходите друг к другу то нарисовав себе какие-то там брови которые относятся к другому элементу вы можете внести легкий дисбаланс кроме этого всего брови как я уже сказала они относятся у нас к дворцу братьев и сестер и если вам важно вот делают широченные брови рисуют их но тогда тогда вы должны понимать что если у вас к примеру какой-нибудь там разгильдей брат или там ваши близкие близкие друзья они тоже относятся у нас к дворцу братьев и сестер тех кого мы видим чаще чем братьев и сестер почему они стали там они вам к меру не полезны почему они стали досаждать вам так сильно потому что вы усилили эту зону или наоборот очень тонкие брови указывают на слабую связь или какие-то нарушения то есть и форму поэтому знания менсиан конечно можно скорректировать этот дворец это однозначно а вот относительно губ я хочу сказать вам менсиан считается очень плохим признаком когда у человека синеют и очень очень бледнеют губы они говорят такие посиневшие попледневшие губы обесцветить потерявший цвет говорят о том что человек вошел ну у человека человек вошел в период неудачи что у него пропадает уровень истощается энергия и как бы китайские мастера очень поощряют розовый цвет помады они говорят не нужно выбросить вот этот темный ну то есть наши женщины которые приезжают учиться они любят ну естественно и китаянки тоже обожают использовать разную косметику и однажды мастер объяснил что можно сделать в том числе и как бы ну устойчивыми чернилами как они говорят это приятный розовый цвет для того чтобы ну здесь много-много разных признаков есть причин чтобы сделать допустим перманент розового цвета но не розового такого приятненького ближе естественно к нашему цветотипу но только не синюшного не лилового и не использовать эту помаду потому что постоянно мы как бы активируем вот эту зону зону рта это наша средняя скажем так половина жизни и наш поздний возраст который указывает на удачу способность людей прислушиваться к нам слушать доносить до них то есть выражать свои мысли и быть услышанным вот для этого для вот только для этой цели я бы порекомендовала сделать такой хороший приятненький розовый цвет ну не розовый розовый да как барби а ближе к естественному вот алая помада вообще все что касается алого цвета такого ну ближе к теплым тонам избегаем только лилового с оттенком фиолетового темно-сиреневого и синего вот это уже очень сильно понижает уровень общей удачи поэтому здесь нужно забросить если и вот если и была такая помада лучше от нее избавиться она не несет ничего хорошего вот нюдовая ну нюдовая видите нюдовая это тоже мы тоже стараемся как бы обесцветить их она все равно помада рот он должен быть розовенький он должен привлекать внимание и это дает нам уровень повторяю и быть услышанными и быть в центре внимания и вообще рот отвечает за много много разных вещей ну в общем маленькая такая фишка вам увеличить как нюдзян помогает увеличить наши способности зарабатывать ну конечно коричневые лучше не стоит лучше ближе к розовому такому натуральному цвету красненькому как увеличивать нюдзян наши способности зарабатывать для этого мы тоже должны посмотреть что у нас на лице каким где скрыто это богатство в чем оно нос это это янская энергия энергия самовыражения энергия того человек способен добиться вот либо это духовные практики то есть благодаря знаниям мы можем открыть эти источники которые скрыты уже в нас эти знаки увидеть которые позволят нам реализоваться и заработать ну и найти хороших партнеров полезных которые уровень нашего дохода будут влиять на уровень нашего дохода своими полезными энергиями те в которых скрыто в внешностях которых уже скрыта эта энергия денег энергия власти да вот ну как нанести нашу свою любовь я здесь привела две пары вам обратите внимание Авдутия Смирнова и Чубайс и Градский с Мариной Каташенко со своей последней женой и человек мы обычно считаем что для того чтобы стать счастливой необходимо довести свою внешность до совершенства нужно сделать что-то такое чтобы соответствовать какому-то стандарту потому что добиваются счастья только красавицы на самом деле и мужчины здесь не мега красивы ну и женщины Марина Каташенко конечно красива но вот Авдотья Смирнова это тот типаж успешных женщин счастливых в хорошем браке состоящих которые и наиболее популярен что мы у нее видим хороший выраженный подбородочек вот эти щечки девочки если вас я вижу побольше будет не старайтесь выделить скулы ярко так чтобы здесь прямо они были у вас такие знаете торчащие скулы а здесь впадины ни в коем случае если у вас будет возможность вот те кто не пойдет ко мне на курс для тех кто пойдет мы это все разберем подробно все что в каком возрасте как это может повлиять вот что говорят эти впадины но если станет вопрос консультировать или кто-то будет рядом говорить о том чтобы удалить конки биша избавиться вот от этих щечек этого делать категорически нельзя по менсиану потому что как в древнем Китае выбирали ну допустим родился сын у которого они видят что он ему нужно он не сможет сохранить по его лицу они видят что он не сможет сохранить заработанные деньги он заработать сможет но сохранить не сможет и начинают искать ему жену и вообще были популярны жены которые способны сохранить заработанное и даже способствовали вот этой вот благосостоянию это женщина с вот такими пухлыми щечками так называемым вот здесь вот под скулами находятся мешочки богатства которые нужны для того чтобы повторяю зарабатывать и сохранять заработанное и мы видим что и у Дуни Смирновой и у Марин Каташенко и у многих многих других женщин которые преобладают может быть субтильной внешностью да видите вот Марина Арчибатова богата у них есть предрасположенность к тому чтобы деньги кроме того чтобы шли к ним но еще и сохранялись так вот самый простой прием это не выделять вот эти вот скулы под скулами а просто именно на щечках нарисовать румяник такой легкий ну как бы слегка коснуться легкой пудры для того чтобы обозначить что будто бы они тоже присутствуют но ни в коем случае не делать себе лицо с паршими такими этими избавляются и от коренных зубов ну что только не делала для того чтобы выглядеть как я не знаю ну кто у нас сейчас из звезд мега популярен вот как все анатомические подробности свои выделить и скулы и все остальное то есть это вот удалять конки биша нельзя они должны быть они кроме того что удаляют их затем когда человек входит в другую фазу своей жизни поздний возраст уже после 50 лет это может быть чревато огромными огромными сложностями вот наталья вот нос перебит в детстве это вот вот это уже не очень хорошо но об этом позже еще хочу сказать вам что девочки если вы ищете мужчину например находитесь в поиске ну вдруг вам повезло и сейчас вас окружают может быть у вас есть сейчас выбор вот есть там два мужчины а может быть и три среди которых нужно выбрать как говорится того за которого выйти замуж я знаю что есть такие счастливец которым приходится не искать а выбирать то выбирать нужно так того у кого есть хотя бы намек на двойной подбородок ну вот на второй подбородочек на усиливную вот эту зону потому что если посмотреть на наших артистов которые сохранили свои деньги не распозарили были нацелены на зарабатывание Юлия Антонов Айосиф Кобзон к примеру приведем вот этот Градский стоит я их могу приводить конечно целыми сотнями вот но это люди которые нацелены на зарабатывание и сохранение средств поэтому если у вашего мужа отсутствует второй подбородок ну можно отрастить бороду ну а если есть выбор такого и прям точеного красавца лучше выбрать вот с мягким усиленным хорошим таким подбородочком даже можно сказать намеком на второй это говорит о способности сохранить деньги и заработать вот конечно можно использовать полученные навыки для того чтобы общаться с людьми и влиять на них устраивать мотивацию какие-то мотивационные морковки для своих сотрудников если вы являетесь руководителем или для ваших близких потому что понимая что для человека важно а это все написано на нашем лице мы можем влиять на них мы можем требовать от своего ребенка чтобы он был прекрасным чтобы он учил математику а он хочет ходить в музыкальную школу и до танков но увидев что это артистично по его лицу что это настоящий будущий хороший артист ну конечно заставлять идти против себя тоже не очень верно ну это такой спорный вопрос поэтому в вопрос воспитания конечно я не влезаю я больше говорю о окружающих людях на которых мы можем влиять о наших там допустим у зуба мы можем понять что с этим человеком лучше никогда не спорить или что его лучше не вступать не заводить такую подругу потому что она будет разговаривать там целыми часами по телефону и вы ничего не сделаете не отвяжется а кроме того а положит трубку будет обсуждать что за спиной у вас вот это тоже все можно увидеть по лицу по зубам вот такие вещи раскрывают вот ну и конечно ментя направлено на сохранение на то чтобы сохранить долголетие на то чтобы дать возможность человеку прожить интересную сейчас подожди секунду на то чтобы сохранить интересную жизнь и долгую вот когда я вот привела здесь два примера пар это Артроповича Ишневская и значит Наумов и Наталья Белохвостикова уже возрастные по поводу творчества творческих людей хочу сказать вам что вот у Наумова режиссера и у Ростроповича очень выдающиеся носы которые как раз говорят о наличии творческого янского такого начала поэтому Вишневская убежала от своего мужа он у нее режиссер был там известный к бедному молодому Ростроповичу нищему но Ростропович дал ей абсолютно все потому что у Ростроповича есть черты богатства и есть огромное самовыражение в виде вот этого носа в виде подбородочка вот и много-много других черт которые ну кроме этого всего сама еще зная типы лица чем является жена для мужа к примеру что она для него деньги или самовыражение по типам лица по цвету волос по ее форме по форме ее как бы основных частей лица носа губ мы тоже можем проанализировать почему именно ее выбрал Ростропович и как например какой нам стать чтобы если например выбирают нас чтобы выбрал мужчина нас что нам нужно подчеркнуть чего ему не хватает что ему нужно может быть ему нужно он засредоточен сейчас находится в таком периоде зарабатывания не нужна жена которая будет тоже зарабатывать или ему просто нужна тихая гавань а может быть ему нужна женщина партнер такая же точно по такому же типу внешности то есть вот это все тоже можно проанализировать благодаря мессиан но это пара которые прожили долгую долгую жизнь друг с другом они совпадают вот они нашли друг друга не просто так а среди тысяч вот у них было были огромные потрясения в жизни но в конце концов все совместно они все разрешили кроме этого всего я хочу сказать вам что планировать свою жизнь найти определить что нужно сделать для того чтобы вторая половина жизни прошла благоприятно тоже можно зная свои особенности особенности по мессиан успешную жизнь окружив себя такими полезными людьми и что касается того как можно уже сегодня уже сейчас улучшить эту нашу жизнь знаете вот улыбка человека один профессор американский он долго очень анализировал как сложится судьба выпускников на фотографиях на выпускных фотографиях смотрел кто как улыбается это тоже исследует мессиан улыбку и затем на встречах выпускников спрашивал для того чтобы подтвердить свою теорию и догадки или опровергнуть те кто улыбался широко задействуя большие мышцы вот эти лицевые и мышцы которые у нас находятся возле глаз с трещером хорошая такая это хорошая улыбка которая искренняя которая увеличивает степень нашей удачи так вот а те кто стоял хмуро серьезно и даже может быть не выражая свои эмоции никак их жизнь они признавались что у этих скажем серьезных букв у них жизнь сложилась достаточно непросто им пришлось поменять несколько работ там видов деятельности были сложности с семьей а те кто широко улыбался искренне улыбался не боясь вот этих вот морщин ну я сейчас говорю конечно молодости мы не боимся морщин но на самом деле нам мамы многим из нас говорили чтобы мы контролировали свои эмоции потому что рано появятся морщины ничего подобного вот улыбаясь мы повышаем уровень нашей удачи поэтому улыбайтесь просто так дорогие мои вот просто так ходите себя увлекайтесь вы Луизой хейт вот ну Монализа с Монализой так Монализа молодец всю жизнь улыбается вот видите какая счастливая вот но улыбка вообще неважно я не говорю о том чтобы улыбаться прям так чтобы аж с прищером улыбка всегда хороша она повышает уровень удачи уровень вашей а уровень удачи влияет на здоровье влияет на вашу способность зарабатывать влияет на общение с близкими и друзьям поэтому просто так улыбайтесь можете приговаривать как Луиза Хэй я одобряю себя я улыбаюсь я нравлюсь себе то есть это это все не будет противоречить менсиану это самое самое простое что можно сделать уже сегодня хочу показать вам фотографию одного человека про отзывы расскажу посмотрите пожалуйста на Райкина Константина не нужно думать что нельзя это такая сложная наука что я никогда не смогу там это столько носов это очень трудно это очень просто это очень просто вот сейчас я рассказывала вам про самовыражение про уровень удачи ну и еще покажу вам у Райкина вот такую вот особенность просто поговорим о его носе вы знаете что вообще Константину Райкину отец оставил огромное состояние ну те у кого родители маломальски кем-то являлись допустим там Шукшин Райкин какие-то композиторы они получают очень большие доходы там всякие авторские и прочее ну кроме того что они еще являлись собственниками и в общем у них очень много источников дохода а вот и Константину перепало очень много в том числе ему был он замахнулся на свой театр центр Райкина да вот я каждый день проезжаю я живу в районе останки на ЛДНХ каждый день на машине проезжаю Райкин-плазу построенную в честь рядом с его театром и его театр который уже недостроенным стоит лет 12 ну 10 точно наверное 8-10 лет сейчас вообще что там человек мега творческий посмотрите какой у него большой нос отражающий солнце кроме того он очень талантлив он голорлив потому что Ращелина она говорит и Большие Зубы она говорит об очень творческом человеке и можно расписать в чем это проявляется но у него есть такая особенность это слишком широкие ноздри нос расходится куполом и нависает над купой широченные ноздри говорят о том что человек не сможет сохранить состояние этот человек все разбазарит и так и есть у Кости не осталось почти ничего в его жизни в плане материального у него есть имя есть талант божий дар которым его одарил батюшка но относительно способности удержать все это удержать власть его даже из собственного театра уволились Роха там недавно его какой-то директор судится с ним и кроме этого всего театр находится на грани закрытия постоянно из-за материальных проблем вот то есть вот так вы уже широченные крылья носа и огромные широкие лопасти они уже говорят о такой проблеме можно сказать ну недавно ему что-то одно дает нам наша судьба и удача но что-то забирает как читается и влияет на жизнь шов трепанации на голове нет вряд ли вряд ли если он не виден например вот если он то есть сама голова вот это вот с ее там разными шишечками и прочими это все-таки по лицу вот уши исследуются прям детально и это все достаточно просто учитывая если мы в чем-то например сомневаемся у нас есть анализ по стоточкам по которым мы так вот друзья мои хочу пригласить вас к себе на курс потому что во-первых я адепт целой души я хочу чтобы те кто у меня учился а здесь есть девочки и горбинка говорит есть девочки которые учились они уже прошли у меня два и мастер курс в том числе и в восторге и потрясены вот я хочу сказать что тем кто придет на курс я сделаю такой подарок я посмотрю их карты и напишу вместе со своим продюсером Анечкой Оливиус мы напишем вам о том в каком периоде вы сейчас находитесь и на что вам обратить внимание и если у вас погас вот свет то это скажем то когда этот период придет но для этого относительно того кому мы будем это разбирать расскажет Лена Пирогова потому что я в целом расскажу хочу рассказать вам про вообще программу курса потому что в программе курса будет он нацелит в первую очередь будет на то на богатство потому что как по пирамиде масла мы должны сначала общие главные потребности наши закрыть это потребности в зарабатывании вот а затем уже думать о любви поэтому богатство богатство это богатство это то на что хочу сказать обратить ваше внимание я буду делать упор на этом курсе как найти этих людей заработать сохранить ну и еще конечно параллельно мы будем смотреть что вообще как проявляется это богатство на лице именно у вас в каком возрасте ожидать его и какие препятствия для этого есть мы сможем проанализировать наших спутников жизни ну станет ли этот лейтенант генералом когда-нибудь посмотрим на своих зитьев на своих сыновей мужей и успокоимся потому что вот поймем что их достоинство например в другом ну а вообще вы сами хотите научиться читать судьбу потому что ваша жизнь она уже не станет прежней понимаете вы будете смотреть уже если вот у вас мой рассказ родил хотя бы какое-то скажем желание посмотреть другими глазами на окружающих людей что-то поставьте пожалуйста мне плюс потому что бородавки удачи не приносят не приносят относительно бородавок для курса не нужно знать конечно же дзв не нужно для этого знать дзв но вся метафизика все искусства они все тесно связаны поэтому естественно обладая таким потенциалом знаний я не могу имелиться с вами друзья мои так что я хочу сказать что это не плоско и однобоко все а это достаточно мне же мне хочется чтобы вы нашли это подтверждение вадзи знаете вадзи потому что все все эти пять наук они все тесно тесно связаны прекрасно спасибо девочки а повтор будет этого курса я не знаю сейчас например у нас лето а летом так сложилось у меня например что это лето я проведу в городе поэтому как бы учитывая что я нахожусь здесь а в школе многие отдыхают и мысли на пирогову так решили что ну чему бы не провести такой курс который тем более материала великое множество сказать что я все-таки сосредоточена на дзв и душ который это курс который у меня осенью стартует новые группы вот поэтому этим летом я решила посвятить вот Минсиану поделиться потому что информации столько что ну как бы и тем более его не было еще в нашей школе он не изучался поэтому так хотелось бы что он будет уже с 9 июля у меня всегда очень подробные конспекты которые мои ученики распечатывают и пользуются ими как справочниками поэтому хочу сказать что вам не нужно будет дополнительно никаких книг я все распишу и мы доведем навыки определения характера и способностей до автоматизма поэтому естественно я буду рада видеть и тех кто у меня уже учился они уже придут я знаю кто и самое главное в нашу на мой взгляд особенность этой школы школы Наташи Пугачевой в том что здесь рождается быстро образуется всегда такой социум киномышленников где еще их найти все разные все нас окружают люди которые относятся скептически еще но повторяю что общаясь у меня у меня будет целых семь занятий семь представляете семь двухчасовых занятий на которых мы будем разговаривать вы будете задавать вопросы я на них буду отвечать мы все разберем по косточкам и у вас не останется каких-то незакрытых вопросов относительно внешности ваших детей близких это все в формате вот такого семинара лекция с практическим разбором конечно то что кажется сначала сложно и я не смогу но это это для удовольствия это очень просто и не нашли по одному принципу по другому потому что есть еще такая древнекитайская как бы древнекитайский анализ когда там они находят это глаза лошади это козы то то есть по животным я тоже о нем буду рассказывать и мы тоже будем с вами находиться ответствия вот просто взглянув на человека вы уже поймете полезен он вам или нет то есть менсян он такой и конечно если вы консультируете уже ну вы можете считаться с полной уверенностью считать себя уже настоящими профессионалами потому что часто мы не можем к нам обращаются хочу допустим там восстановить час рождения или хочу к примеру сомневаюсь сомневаюсь допустим такие в чем-то к примеру сомневаюсь что мама моя помнит когда я родилась вот вот это такие вещи они такие вещи они очень легко подтверждаются благодаря менсян какие-то сомнения а многие люди вообще не знают когда они родились и часто даже вот у меня несколько было девочек которые родились ну там в Узбекистане дочка чабана или в Казахстане там мама родила потом значит там пока то и все приехали ну какое сегодня число сегодня там 8 марта ну давай 8 марта запишем пусть хороший день рождения будет а потом уже и забыли по лицу мы можем подтвердить по особенностям лица по дворцам мы можем определить подтвердить наш час рождения который мы восстанавливаем а то и вовсе как бы казаться от этой идеи и прочитать все по одному лишь лицу ну и конечно я сделаю этот курс таким что он будет доступен доступным языком даже для тех кто вообще ничего не знает о китайской метафизике но тем не менее все равно погрузиться слегка ну прикоснуться к ней придется потому что приоткрыть для себя волшебный мир вообще подзы ци бэ ну как без этого все таки у нас школа китайской астрологии и программа очень насыщенная это и принципы инь и я и первоэлементы огненные черты почвенные металлические это видите все щедро вот и Ирочка написала все дает спасибо большое Ирин и это все по частям лица верхняя средняя центральная и нижняя то есть уши и так далее ну и относительно того что в нашей школе есть очень гибкая система оплаты об этом вам расскажет сейчас Елена Пировова а я друзья мои буду с нетерпением вас ждать потому что все мы если уже я увижу ваши карты я конечно же пойму какой коллектив у нас собрался и если увижу что-то серьезное то конечно не буду молчать поэтому я наверное прощусь а оставлю Елену да Елен или нет Света подожди мы с тобой вчера ты тоже только собралась уходить тут я говорю нет подожди останься пожалуйста если можно ты останься потому что ну в чате какие-то вопросы во-первых пишут вот конечно свет ну ладно вот и ну еще какие-то вопросы возникнут по мере дальше по мере беседы вот я хотела ну сейчас я вышла да энергия сразу сменилась Светлана такая плавная а я вот своими счетчиками как я вчера выяснила у меня счетчики богатства мешочки богатства мешочки мешочки да что у меня мешочки богатства прекрасны я в общем вдохновилась очень вчерашней твоей речью Света так что я все время хотела да ну вот как красиво же так впала и такие чахлые красивые щечки а теперь оказывается нет надо сохранять мешочки надо сохранять давай какие-пироги вот потому что ну как кто-то хочет постоянно худеть я говорю не стоит не стоит поймите мне не грозит 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 ну что я я говорю я тогда не прощаюсь и сижу да не прощайся пожалуйста с нами посиди еще я сейчас просто быстро расскажу о том что у вас будет на курсе потому что там вопросы были про длительность и когда начнется и так далее у нас с вами будет 7 уроков как Светлана уже говорила у вас этим уроком будут записи в личном кабинете у нас на сайте и записи эти остаются у вас навсегда как собственно практически любые записи которые получаются в нашей школе у вас там же в личном кабинете будут методички по которым работает преподаватель и там какие-то таблицы вспомогательные да Светлана там же много всяких еще ну таких каких-то необходимых картинок скажем так да с точками нет немного ну я не ставлю я соворуженно слушаю что там будет да да конечно там будут методички картинки с точками я записываю что должно там быть таблицы да обязательно а потому что все любят когда есть таблицы методички и картинки с точками да ты же понимаешь вот Нина это у меня из Владивостока Нина вот я хочу понять это моя любимая Нина из Владивостока снова встретились значит твоя любимая Нина из Владивостока для участия в курсе вам нужно пройти по ссылке которую я сейчас скинула в чат да для того чтобы сделать заказ но у меня для вас еще сегодня ну как сказать спецпредложение вот сейчас буквально через одну минуту я его озвучу и так возвращаемся 7 уроков методички с таблицами и с картинками вот записи в личном кабинете отвечать Светлана там же будет на вопросы вам в личном кабинете то есть там такой чат под видео в котором обсуждение и ответы вот конечно мы выдадим вам свидетельство об окончании курса как выдаем всегда после больших курсов вот и Светлана вам еще один бонус придумала но мы про него пока говорить не будем этот бонус будет в конце курса вот для того чтобы сохранить стоимость 11 900 вам нужно пройти по ссылке и сделать заказ вы можете сейчас его даже не оплачивать сразу но подождите будет еще спецпредложение вот но зато вы сохраните за собой эту стоимость потому что там по-моему она сегодня ночью уже поменяется вот это важно это важно дальше теперь мой любимый блок но это еще не все который называется но это еще не все мы сегодня со Светланой разговаривали и она любезно согласилась сделать для тех кто сегодня оплатит или завтра там ну в течение не знаю первой половины дня она она для вас согласилась сделать такой супер бонус за быструю оплату по ЦВ душу по вашей астрологической карте ЦВ душу она сделает для вас письменный анализ удачи в нескольких сферах жизни для десятилетнего периода и годового периода правильно Света я говорю да да вот Нина уже Нина говорит интрига Нина ваша интрига самая главная она будет в конце курса потому что мы с вами прошли мастер-курс и вот я хотела сказать вам да то есть там это немножко другое вы уже сами умеете читать но это для тех кто да для всех несомненно кто оплатит но для тех кто вообще никогда не знал что такое отзывы и душу для них будет просто шоком и откровением потому что мы посмотрим период десятилетней удачи и годовой удачи и я расскажу о том где сейчас например в каком вы находитесь сейчас период я кратко в нескольких словах его охарактеризую что например у вас все в порядке там с дворцом допустим там все хорошо и нужно сделать упор там на работу в богатстве все отлично или наоборот у вас какая-то предстоит проблема там в браке то есть о проблемах я не люблю говорить я люблю говорить о возможностях в зыве и душу это конечно очень-очень подробное вот а здесь я конечно расскажу о тех возможностях которые скрыты в этом периоде где они лежат ну и на что обратить внимание ну под словами на что обратить внимание это значит что там вот какие-то у нас такие ну скажем не очень добрые звезды поселились ну а их у всех в зыве и душу у всех у нас одинаковое количество звезд и у всех есть добрые злые и они путешествуют то там то сям оказывается так вот чтобы быть во всеоружии я скажу вам на что обратить внимание а где уже нужно больше усилий проявить чтобы добиться максимального результата так вот как это и тут снова я Света спасибо за объяснение значит вопросы такие если вы ну пишут вижу в почте даже если не успеваю оплатить сегодня можно ли оплатить завтра если вы хотите получить этот бонус и можете например сделать оплату завтра то тогда вы просто в почту сейчас напишите что вы ну сделайте оплату завтра чтобы я как сказать знала о ваших намерениях дальше есть еще такая категория слушателей наши которые оплачивают из-за границы и тоже например вы хотите оплатить но там система не дает вам это сделать я вас очень прошу сделайте заказ и напишите в ответ на любое письмо Натальи Пугачевой о том что вам нужны реквизиты для оплаты у нас есть и Paypal у нас есть возможность перевода на карту зарубежную еще там другие способы то есть это все решаемо просто тогда вы в ответ на любое письмо Пугачевой выйдите со мной на связь я все напишу вам и помогу Наталья вот спрашивает это будет консультация по ЦВ до ушу ну да Светлана да ведь да это не то чтобы совсем консультация это экспресс такой анализ да это просто экспресс такой анализ потому что мы же будем в контексте нашей удачи смотреть по Минсиану то есть это практическая такая практический курс для того чтобы узнать все в первую очередь про себя ну и чтобы понять например кто-то писал мне асимметрия лица возникает какие-то морщины что-то там это верхняя губа стала маленькой увеличилась там расстояние вот для того чтобы понимать в каком периоде удачи мы находимся и например что-то начать с собой делать или увидеть как эти изменения например на лице проявляются в карте и что каким образом можно усилия проявить свои для того чтобы это корректировать комплексно вот для этого краткий такой экспресс-анализ краткий то есть про бонус я надеюсь теперь более-менее понятно да то есть это бонус для самых быстрых для тех кому нужно и опять же повторюсь что если вы хотите этот бонус получить краткий экспресс-анализ по 10-летнему периоду вашему именно Света сделай акцент потому что знаю что будут потом возмущаться люди это не с сегодняшнего дня плюс 10 лет это 10-летний период как объяснить правильно помоги пожалуйста 10-летний период дело в том что карты Дзевэй Душу наша жизнь ну как в принципе вы знаете в Адзи она делится ну мы входим в этап так-то да а Дзевэй это 10-летие и мы можем находиться например в середине десятилетия и когда у нас общие тенденции энергии они вот такие а может быть у нас уже заканчивается это десятилетие и впереди будет новое и мы например находились в таком периоде какой-то неудачи у нас было очень-очень вот Ниночка улыбочку мне прислала вот и у нас например было очень-очень такое непростые эти 10 лет мы устали уже у нас нет энергии так вот я скажу друзья мои у вас последний год десятилетия а начинается новая там-то то есть а если ну а в целом десятилетие это тот так 10 лет в котором мы находимся каждый у кого-то только началось у кого-то хорошо я напишу что например ваше десятилетие 52-61 год находится вы сейчас находитесь в этом этапе на этом этапе вы тогда уже будете знать что если вам там 56 лет условно говоря то вы вот в середине вашего десятилетия еще 5 лет вот эти тенденции энергии будут как бы идти или например у вас заканчивается десятилетие будет новое то есть это 10 лет промежуток в котором мы находимся у меня допустим оно сменится там через 3 года в 54 года но я знаю что я например уже этого жду не дождусь потому что уже тоже там условно говоря устала от некоторых но я знаю уже что это пройдет там уже другое придет поэтому здесь здесь распишем вам что вот десятилетие так новая на сцене до насрочь а ты хотела что-то еще добавить я хочу сказать вам что в дзеве и душу есть еще анализ условно говоря там годового года и мы пользуемся им годового периода и периода месяца но это короткие энергии за год невозможно там уж сильно допустим там обихнуть или что-то за год наше лицо ну вряд ли может сильно себя проявить каким-то образом но если что-то началось то вы потом на семинарах на наших занятиях будете писать и тогда уже будем смотреть карту да потому что может быть в один год могут зубы начать разрушаться там или допустим много-много разных проблем то есть какие-то появляются рытвины вот большие появляются шрамы после там гормональных каких-то изменений мы смотрим как это все проявляется в карте я не останусь конечно в стороне поэтому относительно того что как мы занимаемся в наших занятиях те кто знают что никто никто не остается с неотвеченным вопросом а уж ситуация какая-то прям острая тут все сразу на помощь да вот дальше теперь про рассрочку хотела сказать друзья для вас как всегда есть возможность оплатить рассрочку у нас рассрочка индивидуальная доставляет мне массу неудобств но мы на это идем потому что она позволяет сохранять нам относительно невысокие цены в том числе на наши курсы вот и для того чтобы вам получить рассрочку вам нужно сделать заказ обязательно вот по той ссылке которую я кидаю в чате да я говорю это каждый каждый вебинар и каждый вебинар все равно многие не делают заказ а пишут просто про рассрочку в почту вот сделать заказ чтобы я вас увидела и не потеряла и после этого если вам не очень сложно напишите что вам нужна рассрочка тоже в ответ на любое письмо Пугачеву если ну вы там не можете написать по каким-то причинам не переживайте я вас все равно или мои коллеги мы вас ну с вами какой-то контакт найдем напишем вам письмо скорее всего спросим но вот лучше действовать так единственное что конечно курс литься ну там ориентируемся до конца июля пока что хотя Светлана она выдает информацию всегда больше чем обещает вот и пара-тройка уроков как правило еще появляются но это уже другой вопрос вот поэтому ну сильно там про эту рассрочку мы не можем растянуть на огромное количество времени ну вот есть плюсы есть для кого-то минусы но вот есть так как есть но рассрочка существует и повторюсь что наверное завтра все мы поменяем уже стоимость курса на странице и в нашей системе поэтому вам чтобы участвовать нужно сделать заказ если у вас есть какие-то вопросы по рассрочке вот сейчас несколько писем пришло что там вот одна девушка оплачивает из-за границы она хочет оплатить например 9 числа когда курс начнется но она мне об этом написала и я понимаю что ну мы с ней договорились что она точно идет на курс мы за ней за ней оставляем место высылаем ей там все что нужно до курса вот и она просто оплачивает вот впритык в день курса такое тоже бывает но для этого тоже нужно об этом написать да чтобы я мы вас не искали а то некоторые в последнюю секунду там за час до начала занятия пишут ой-ой-ой включите меня ну мы включаем но это прям валу еще каких-то действий нужно сделать и вы рискуете не попасть на первый урок вот так Наталья пишет вот скажите где найти номер карты на которую можно напрямую перевести деньги но вообще-то если уж что там есть система робокасса подключена и там есть оплата карты виза мастер-карты и так далее и там можно с любой карты перевести деньги но если вам нужно прямую там ниже в способах оплаты вообще-то есть карта сбербанка пролесните в способах оплаты чуть ниже вы найдете там карту сбербанка вот какие-то еще есть у вас вопросы света пожалуйста расскажи вообще что что люди будут у нас иметь после какие результаты после курса что у них будет какие знания во-первых я хочу сказать что ваша жизнь конечно же не будет прежней это первое вы можете считать себя по-настоящему проницательными это и астрологи и психологи и вы знаете самое главное что люди открываются по-новому всегда даже нам ну кроме того что мы сами себя открываем как наши близкие это в целом это сокращает нашу ну улучшает наше взаимоотношение это самые первые результаты которые буквально с начала изучения мы уже наблюдаем а дальше мы используем этот мессиан в зависимости от того насколько и где нам его необходимо применить то есть мы знаем что общаясь с людьми в банке или на работе то есть ты понимаешь какой подход к этому человеку тебе нужно было давным-давно найти но ты не знал просто не понимал естественно это дает понимание мы не можем посмотреть карты всех наших коллег и соседей но мы можем знать что все их уязвимы какие-то черты характера и судьбы повороты судьбы мы можем понимать что допустим кроме этого всего какой у человека жизненный опыт был каким образом он прожил эту жизнь что он пришел к чему он пришел сейчас и это проницательность вот это вот если вы практикующий астролог то ставьте какой рейтинг это для вас будет насколько сильно вырастет ваш рейтинг когда вы попросите допустим фотографию ребенка или там фотографию человека и уже определите потенциал вы сможете давать бесценные советы вашим близким что в себе развить что на что обратить внимание допустим что даже условно говоря приходят женщины которые просто хотят практическими советами обзавестись вот я хочу выйти замуж что что мне нужно сделать мы смотрим на двоец брака на ее лице что с ним произошло как его откорректировать мы смотрим допустим карту ее потенциального или фотографию карту и фотографию ее потенциального спутника жизни полезность и видим что во внешности например он совершенно не подходит или она сомневается например то есть развеет сомнение подтвердить какие-то свои догадки кроме этого всего окружить себя только полезным людьми теме то соответствует нам по типу нашей цели на данный момент ну а если вы хотите обзавестись новыми знакомыми хотите идете в новый коллектив то сразу буквально с первого взгляда понять кто вас будет окружать это очень просто благодаря менсиану очень просто я показала сейчас фотографии того же самого Райкина да у него лицо оно очень такое яркое с выдающимися чертами лицами но на самом деле у всех людей есть какие-то черты которые первыми бросаются в глаза и порой нам их достаточно для того чтобы ухватиться и начать разматывать вот эту ниточку уже вот или приходит человек говорит вот почему у меня вот так и так мы начинаем копаться не можем понять затем по каким-то чертам лица по мочкам ушей по форме допустим линии роста волос по каким-то отсутствующей допустим спинка носа мы можем определить что у него что его беспокоит первопричину найти проблемы то есть это это очень общее я рассказала потому что если вдаваться в частности да что мы можем помочь человеку вот как говорят а могу я исправить форму губы допустим и уже обрести богатство или мужа там что угодно и богатство и мужа найти работу и все остальное менсианство это как практическое руководство это не как набор теоретических знаний это практическое руководство в действии вот это да это возможно спасибо света чтобы улучшить свою судьбу изменить ее и воздействовать на здоровье конечно же еще применяя знания традиционной китайской медицины вот да кстати светлана ты же у нас редкий специалист который сочетает в себе ну как знания очень многих дисциплины китайской метафизики традиционная китайская метафизика я же ее изучала для того чтобы в дзевэй душу есть раздел здоровья чтобы больше его понимать но тем не менее относительно вот этих точек лица что воздействует там стоит ли прокалывать нос или прокалывать губу как влияет это вообще на судьбу не понимает человек что он может нарушить там или прокалывает бровь еще что-то то есть вот эти все вещи они очень сильно раскрывают ну как бы внутренний мир человек что ему нужно для чего он это делает для чего он дырявит себе эти уши вот этими тоннелями то есть вот все это да вот все это понимаете вот задавала вопросы вот зачем зачем у меня ну это мягко говоря да зачем вот хочется сказать конечно по-другому зачем вы это делаете но узнав понимаете ментиньсян я вам хочу сказать что это как бы узнав ментиньсян конечно вы найдете ответы на все вопросы почему ваш внук или ваш сын решил сделать вот так и так так что ну я не знаю у меня просто дочь моя она прошла все вот эти этапы все языки дырявила там и брови и уши многократно и все вот это ну я не знаю если вот есть энциклопедия трудных подростков вот я могла бы ее написать дополнить в каждой главе вот истории и благодаря ментиньсян я нашла все все подтверждения почему но здесь еще параллельно с злой душу подтверждение всех вот этих ее выходов всех абсолютно и вы знаете пришло некоторое такое понимание и принятие что действительно здесь ну так такова была ее судьба таков было постановление реализации какие были у нее проблемы что ее заставляло это делать а вот что разрыв там с мамой допустим когда мне пришлось учиться отдать ее родителям и она этот период у нее прошел без меня то есть ее проблемы в школе в старших классах то есть в определенный год по определенной именно вот эти точки она себе и дербанила вот разрисовывала то есть ну это я говорю это энциклопедия которую можно вот те таблицы и рисунки о которых Лена говорила как иллюстрации к моим лекциям да у меня есть вот да да график да дочь ну вот глядя на свою сестру даже с которой я говорю у меня не очень хорошие отношения были я тоже многое поняла у нее очень выдающаяся тоже внешность то есть там есть черты лица которые говорят о доминировании но толпуешь энергилась ей нужно дать возможность доминировать надо мной всю жизнь хотя она она младше меня а она а мне все время хотелось с нее мериться то есть и вот эти вот потихонечку устраивая ступеньки расшифровывая ее рассматривая ее общаясь с ней я ну слава богу она живет у меня в Минске слава богу сейчас я общаюсь с ней и уже нет вот этих долгих лет непонимания как бы и проблем отношения с детьми конечно же когда ты видишь что допустим у сына вот у него вот такой подбородок вот ты беспокоишь почему он изолирован почему он сидит там здесь дома почему почему портится зрение например почему там хочется человеку все время облокотиться на правую сторону то есть вот эти какие-то прикосновения это жесты вот вся все это все что касается нашего лица все это раскрывает нам мир и ты думаешь каким же я был слепцом что не замечала вот этих элементарных вещей каких-то даже даже у меня да вот я даже встречалась с человеком который с которым уже давным-давно работаю вот там по другой работе мы работаем с ним 8 лет и он прилетел в Тюмень первый раз взглянув на него я поняла сразу же что почему ему именно ему мне нужно было отвечать сразу по телефону почему в любое время дня и ночи почему этот человек хочет все держать под контролем но я увидела его необыкновенную надежность и стабильность что он останется со мной до конца что он не будет летать от одних к другим условно говоря в партнерских отношениях то есть надежен человек или нет я не могла этого понять он казался мне надоедливой мухой от которого я мечтала избавиться просто увидев лицо человека я понимаю что это тот человек который останется со мной а значит его недостатки вот эти чтобы я все время была у него как бы на прямой связи как с Мойли это это его потребность это его желание иметь вот эту стабильность и он сам стабилен и он требует от других этой стабильности то есть и общаясь с ним давая понять что я тоже ну не настроена там менять допустим своих партнеров по работе мы пришли к согласованию и все сейчас мы общаемся я конечно уже не воспринимаю как эту назойливую муху которая сама дура такого который просто хочет месяц но у него много очень плюсов это вот я повторяю что но самое главное что он сдержанный и по форме зубов даже его я поняла что этот человек никогда не будет никакого и никакой грязи говорить что бы в нашей работе не произошло он возьмет ответственность за себя то есть ну как вот не знаю у меня бы получилась вот такие знания просто посидев там в шоколаднице буквально 15 минут общаясь это та практическая та практическая польза ну у меня там были еще у моих трех клиентов которым я помогла это их истории и как бы эти истории когда люди обращаются одна приехала со своим братом со своим мужем к брату в город и пришлось устраиваться на работу брат целый год динамик но повторяю вот здесь как раз тот случай когда отсутствующие брови говорили о том что отношения с братом очень-очень хрупкие подкорректировала вместо сделала но это уже была последняя понимаете соломика за которую мы ухватились и сейчас ну вот результатом делится со мной уже что мужа значит брат уже рассматривает ее мужа как потенциального значит там работника у себя на колбасном заводе или где он там работает вот это клиентка из Белгорода так что ну такие вот казалось бы мелкие советы но полезные то есть ну я понимаю сведущие это целое да ну представляете вот это целый курс о котором мы говорим о и естественно у каждого анализируя каждую черту лица мы делаем определенные выводы то есть это можно рассказывать до вечера сейчас да что прям начиная с верхней части заканчивая там вот бородком что это означает что это за дворец каким какому элементу металла какому элементу первоэлементу он относится к металлу к огню или к дереву что это а если так то значит за что он отвечает и какие что несет это дерево в позднем возрасте жизни а что металл на что указывает то есть вот так все это подробно или нос который относится к элементу земли допустим что он говорит о человеке каким образом он дает нам подсказку какая была жизнь в средние годы какие были у человека чем он занимался как он самовыражался какие убеждения у него были но и кроме этого всего как улучшить что старее наше лицо это ну некая такая как проступает как вот есть вы помните были картинки которые открываешь да и они проявляются вот на лице с возрастом проявляется все то что у нас внутри весь наш жизненный опыт наши убеждения вот как делать так чтобы наше лицо оно старело красиво оно или если мы не стареем а находимся например уже в таком хорошем возрасте чтобы не стареть да моментально чтобы чтобы не как портрет Дарьяна Грея ухудшаться да там вот что для этого нужно какие что рекомендуют китайцы вот это все отражение нашей внутренней сути и увидев как изменяется что-то у нас допустим появились морщины возле глаз поперечные мы понимаем что в чем а что не так почему мы либо мы стали слишком скептичны либо мы зациклились на чем-то то есть может быть мы кого-то презираем почему эта эмоция дала вот такой вот результат а к чему это может привести какие может затронуть вообще на какие дворцы это может повлиять почему эти морщины и вот эта наша эмоция она приводит нас к такому результату в конечном итоге нашей жизни то есть мы как одно проистекает из другого вот все связано да все вспомнила сразу цитаты из фильма слушанный роман в наше время колоссальные значения приобретают грозь да да точно в наше время колоссальные значения приобретают грозь ну да ты вот рассказываешь конечно так увлекательно вообще мы вот обновляю это время да когда уже колоссальное значение приобретают брови то есть если раньше еще как-то так то сейчас уже да вот вот НАТО пишет Светлана очень интересно преподносить информацию уже хочется начать обучение Светлана ты у нас наверное самый академический преподаватель или как академичный да потому что преподаватель по профессии я же сказала да еще в начале у тебя все как сказать методически выстроено вот как должно быть да то есть так вот соответствие с госпрограммой ну да там просто некоторые кто-то там писал начале что типа а где же содержание что-то там вода у нас у нас у нас в соответствии с госпрограммой друзья как настоящей школе мы двигать плиту просто из угла в угол и все и скажем вам что да на вас сразу там прольется знаете деньги вот так с потолка будут сыпаться ну давайте в реальность войдем то есть мы обещаем то что обещаем и то что мы можем выполнить вот и рассказываем то что хорошо знаем вот я тоже преподаватель профессии пишет ну вот вы как раз на одной волне у нас будут уже да да педсовет пожалуйста конечно ну да да правильно ну просто потому что иногда я интернете некоторые преподаватели в интернете меня поражают не наши поэтому я да очень маленькая учительская образовалась галлок по образованию да Александр пишет вот у вас в школе все такие красивые что даже сомнения остаются что то это пройти пройти этот курс спасибо ну спасибо вам Вера пишет запись будет да запись будет вот эта запись наверное которая сегодня не вчерашнюю а сегодняшнюю выдадим если кто-то слушайте лайфхак все знаете наверное записи мы выдаем с канала ютуб с нашего но нет у вас времени слушать два часа но поставьте вы скорость например в полтора раза быстрее там можно на шестеред понажать сделайте и будете слушать быстрее ездите в машине или в транспорте или там готовите еду в конце концов вот все стоите слушайте вот так благодарю вот друзья мои преподаватель Светлана Ланская и я продюсер школы Елена Пирогова мы вас приглашаем на курс китайская физиогномика Минсян наверное правильно говорить просто Минсян без слова физиогномика да вот будьте профессионалами ну это примерно у вас есть арифметики математика приходите к нам учиться арифметики математики вот ну это физиогномика да на самом деле нет ну как бы арифметика она же основная часть математики так и тут что ли получается физиогномика да потому что физиогномика изучает характер а Минсян изучает характер судьбу вот убеждения и это все анализируется по лицу период удачи то есть это в целом все да изучение характера исследования это небольшая маленькая часть характера карту да судьбу прочитать Наталья пишет вы лучезарные и задорные у нас Светлана давайте лучезарные а я задорная такая парочка у нас хорошо вот значит я вам скинула ссылку в чат если кто-то мы кого-то еще вдохновили присоединиться к нашей школе и к курсу по Минсян добро пожаловать кого мы не вдохновили мы вас обязательно вдохновим в следующий раз еще больше я думаю мы вас вдохновим на прогнозах на июль от нашей школы позовем вас напишем письмо были рады видеть если у вас есть какие-то вопросы то у вас есть волшебная дверь открыв которую получите ответы это написать в ответ на любое письмо от Натальи Пугачевой и тогда мы сможем вам помочь ответить посоветовать или сказать что нужна консультация или Светлана вам ответить если у вас вопрос по ее специальности все мы прощаемся вот отлично он хоть и японец но тем не менее керамический манека заряжает вас на то чтобы у вас все было хорошо чтобы денежки к вам шли у меня просто курс богатства мастер курс был богатства и вот манеки до сих пор здесь стоит поэтому я желаю вам друзья мои чтобы у вас все было хорошо чтобы эти выходные прошли замечательно и чтобы вы не горевали и улыбайтесь почаще и говорите себе я одобряю себя я люблю себя вот я иду на Минсиан все самый обаятельный привлекательный самый обаятельный привлекательный ну все я прощаюсь с вами спасибо вам большое всем надеюсь что узнаю вас поближе посмотрев ваши карты все пока всего доброго пока удачусь удачусь Продолжение следует...